Привет, меня зовут Екатерина Шлемина и это видео про фибрилляцию предсердий. Мы разберем патогенез и причины развития фибрилляции предсердий, и затем обсудим критерии диагностики и стратегии лечения по последним рекомендациям Европейского общества кардиологов. Фибрилляция предсердий – это самая частая форма аритмии. Чаще всего она развивается на фоне уже имеющейся патологии сердечно-сосудистой системы, а также у пожилых людей. В норме ритм сердечных сокращений задает синоатриальный узел. Когда импульс от синоатриального узла распространяется по предсердиям, на ЭКГ появляется положительный зубец П. Далее от атерио-вентрикулярного узла импульс идет по ножкам пучка киса и распространяется по желудочкам, что на ЭКГ отражается в виде комплекса QRS. Фибрилляция предсердий возникает в том случае, если в предсердиях наряду с синоатриальным узлом существует еще несколько очагов возбуждения, каждый из которых генерирует импульсы. При этом частота возбуждения предсердий может достигать 400-600 в минуту. И на ЭКГ вместо единичных положительных зубцов П появляются частые мелкоамплитудные волны – волны фибрилляции. Атерио-вентрикулярный узел поступает в роли фильтра и пропускает к желудочкам далеко не все импульсы из предсердий. Благодаря этому частота сокращения желудочков может оставаться в пределах нормы. Однако нарушается ритм сокращения желудочков, который становится нерегулярным, что всегда видно на ЭКГ. Итак, три главных диагностических признаков фибрилляции предсердия на ЭКГ – это Первое – отсутствие зубцов П. Второе – наличие волны фибрилляции. И третье – это нерегулярные комплексы КУРС. Давайте рассмотрим пару примеров. Пациент 65 лет с ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда в анамнезе жалуется на периодически возникающие приступы учащенного сердцебиения. Перед вами ЭКГ, снятый во время приступа. Оценивать ритм на ЭКГ лучше всего по длинной записи одного из отведений, в данном случае и второго. Сразу можно сказать, что у пациента имеются нарушения ритма. Он нерегулярный, поскольку расстояние РР постоянно меняется. Сами комплексы КУРС полиморфные, что может указывать на наличие различных источников возбуждения в предсердиях. Перед комплексами КУРС ЗПЦП периодически отсутствует, что свидетельствует о несинусовом ритме. А в некоторых отведениях, например, В1, можно видеть классический признак фибрилляции – это волны фибрилляции. Стоит, однако, отметить, что волны фибрилляции на ЭКГ могут отсутствовать, что вовсе не исключает наличие фибрилляции предсердий. В данном случае на основании нерегулярного несинусового ритма можно сделать вывод о наличии у пациента фибрилляции предсердий. Давайте рассмотрим еще один пример. Женщина 55 лет поступила по скорой с предварительным диагнозом инсульт. На ЭКГ, зарегистрированной по приезду скорой, видно следующее. Частый нерегулярный ритм, отсутствие зубцов ВП перед комплексами КУРС и волны фибрилляции во втором, третьем и В1 отведениях. На основании этих признаков у пациентки была диагностирована впервые выбранная фибрилляция предсердий, которая, скорее всего, и явилась причиной инсульта. Что же вызывает фибрилляцию предсердий? Часто причиной фибрилляции предсердий является уже имеющаяся патология сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца, плохо контролируемая артериальная гипертензия, патология клапанов, это может быть метральная или артальная недостаточность или стеноз, а также хроническая сердечная недостаточность. Однако фибрилляция предсердий может возникать у относительно здоровых людей без патологии сердца. Это состояния, при которых имеется избыточное влияние на сердце симпатической нервной системы или возбуждающих медиаторов. Например, при чрезмерном приеме алкоголя или кофеина, при гипертириозе, тяжелых инфекциях и даже при депривации сна. Пациенты с фибрилляцией предсердий обычно жалуются на перебой в работе сердца или учащенное сердцебиение, которое возникает внезапно и проходит самостоятельно через некоторое время. У некоторых людей, особенно пожилого возраста или у людей с сахарным диабетом, фибрилляция предсердий может существовать на протяжении многих лет совершенно без симптомов и будет выявлена либо при плановой ЭКГ, либо в контексте уже развившихся осложнений. Часто этим осложнением является инсульт. Различают четыре клинические формы фибрилляции предсердий, которые во многом определяют стратегию лечения. Если приступы случаются редко и проходят самостоятельно в течение нескольких дней, то это пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Это характерно для молодых людей без сердечной патологии и приступы могут быть форматированы приемом алкоголя, недостатком сна или интеркурентными инфекциями. Если приступы случаются часто и не оккупируются самостоятельно, то это персистирующая форма фибрилляции предсердий. Она характерна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это могут быть пороки клапанов или постинфарктное состояние. Также это может быть просто пожилой возраст. Если фибрилляция предсердий имеется постоянно и не оккупируется, несмотря на пропадимую терапию, то это перманентная форма фибрилляции предсердий. Она встречается при тяжелой патологии сердца. Если фибрилляция предсердий была выявлена впервые, и мы еще ничего о ней не знаем, то это впервые выявленная форма фибрилляции предсердий. В чем же опасность фибрилляции предсердия и почему это состояние требует особого внимания? Фибрилляция предсердия опасна из-за развития двух грозных осложнений. Это сердечно-сосудистые события и инсульт. Осложнения на само сердце связаны с тахикардией и нестабильной гемодинамикой во время приступов, что может привести к декомпенсации уже имеющейся патологии в виде инфаркта, желудочковых аритмий или остросердечной недостаточности. Риск развития инсульта связан с формированием тромбов в ушках предсердий, как следствие турбулентного кровотока во время хаотического нерегулярного сокращения предсердий. Об этих осложнениях нужно всегда помнить, поскольку их можно предотвратить. Чтобы оценить риск тромбоэмболии и инсульта у пациентов, мы используем шкалу ЧАДВАСК. C. Congestive Heart Failure означает хроническую сердечную недостаточность. H. Hypertension, гипертензия. A. Age – это возраст старше 75 лет, за который дается 2 балла. D. Это диабет. S. Это строк или инсульт, за него также дается 2 балла. V. Это vascular disease, заболевание сосудов, имеется в виду атеросклероз. A. Это снова Age, возраст теперь уже старше 65 лет. За все пункты, кроме 2, дается по 1 баллу. А за возраст старше 75 лет и инсульт в анамнезе дается 2 балла. По сумме баллов оценивают риск развития инсульта и показания к профилактическому назначению антикоагулянтов. 0 баллов свидетельствует о низком риске и назначение антикоагулянтов не показано. 1 балл по шкале ЧАДВАЗГ говорит о том, что антикоагулянты можно назначить, если имеется благоприятный профиль польза-риск. Если 2 балла и выше по шкале ЧАДВАЗГ, то назначение антикоагулянтов настоятельно рекомендовано. Разберем на примере. Перед вами молодой здоровый пациент без патологии сердца, без сопутствующих заболеваний, который жалуется на периодические приступы фибрилляции предсердия, которые длятся пару часов и купируются самостоятельно. По шкале ЧАДВАЗГ такой пациент набирает 0 баллов, то есть у него имеется низкий риск развития инсульта, и значит лечение антикоагулянтами ему не показано. Следующий пациент это женщина 60 лет, с артериальной гипертензией, диабетом в анамнезе и с пароксизмальной формой фибрилляции предсердия. По шкале у нее получается 3 балла, значит у нее имеется высокий риск тромбоэмболии и инсульта. И такому пациенту будет показана длительная терапия антикоагулянтами. Как я говорила в видео про антикоагулянты, прием любых антикоагулянтов повышает риск развития кровотечения. Поэтому перед назначением антикоагулянтов на длительный срок рекомендуется всем пациентам оценивать риск развития кровотечения. Для этого существует шкала ХАСБЛЭД. H это артериальная гипертензия, при этом систолическое давление должно быть выше 160. A это почечная или печеночная недостаточность в виде клинически значимого снижения скорости клубочковой фильтрации или повышения АЛТ и ОСТ. С это инсульт в анамнезе. B это кровотечение в анамнезе, часто желудочно-кишечное кровотечение из вязыва или варикозно-расширенных вент пищевода. L это лобильный показатель МНО. О нем мы говорили в видео про антикоагулянты. A это возраст, старше 65 лет. D это прием препаратов, влияющих на гемостаз, например, антиагрегантов, или чрезмерный прием алкоголя. За каждый пункт дается по одному баллу. Если сумма баллов больше или равняется трём, то у пациента имеется высокий риск развития кровотечений, что может служить противопоказанием к назначению антикоагулянтов. Наконец, поговорим про стратегии лечения фибрилляции предсердий. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиолога 2016 года, существует две стратегии лечения пациента с фибрилляцией предсердий. Первая стратегия называется контроль ритма, вторая – контроль частоты. Контроль ритма состоит из двух этапов. На первом этапе пациенту восстанавливают синусовый ритм. Либо с помощью препаратов, тогда это медикаментозная кардиоверсия, или с помощью электрического шока, тогда это электрокардиоверсия. На ютубе есть очень показательное видео, как пациенту с фибрилляцией предсердий проводят электрокардиоверсию. Я советую вам его посмотреть. На втором этапе пациенту помогают удерживать синусовый ритм с помощью антиаритмических препаратов. Всего для этого рекомендовано четыре препарата – саталол, пропофенон, флекоинит и амиадарон. Кому же показана стратегия контроля ритма? Обычно это пациенты молодого и среднего возраста с пароксизмальной или персистирующей формой фибрилляции предсердий и относительно здоровым сердцем, которым беспокоят симптомы фибрилляции предсердий. Перед проведением кардиоверсии – медикаментозной или электрической – необходимо убедиться в том, что в предсердии уже не сформировались тромбы, которые при восстановлении синусового ритма смогут привести к тромбоэмболии в сосудах головного мозга. С этой целью пациентам проводят транспищеводную эхокардиографию, на которой хорошо визуализируется содержимое предсердий. При отсутствии тромбов пациенту можно сразу проводить кардиоверсию. Если по каким-то причинам транспищеводную эхокардиографию выполнить невозможно, или у пациента действительно уже имеются сформировавшиеся тромбы, то ему показано назначение антикоагулянтов в лечебной дозе на срок 2-3 недели, для того, чтобы растворить имеющиеся или гипотетически имеющиеся тромбы. И после этого пациенту будет выполнена кардиоверсия. Вторая стратегия – это контроль чистоты. Это комплексный подход к лечению фибрилляции предсердий, при которых фибрилляция предсердий остается, а целью лечения является профилактика ее осложнений, то есть сердечно-сосудистых событий и инсульта. Для этого назначается ритм урежающей терапии – бета-блокаторы или блокаторы кальцевых каналов нейдегидроперидинового ряда, виропамил, дилтиазем или дикоксин. Уменьшая частоту сердечных сокращений, мы одновременно уменьшаем потребность миокарда в кислороде и увеличиваем его доставку. Тем самым мы улучшаем условия работы сердца. И второй обязательный пункт стратегии контроля чистоты – это пожизненная терапия антикоагулянтами с целью профилактики инсульта. Для этого используют пероральные антикоагулянты. Раньше больше всего назначали варфарин, но сейчас предпочтение отдают препаратам группы NOAC, не витамин К-зависимым оральным антикоагулянтам, добегатравливы, рексабан, апексабан. Контроль частоты показан пациентам пожилого возраста с перманентной формой фибрилляции предсердий и тяжелой патологией сердца, которым удержать синусовый ритм даже с помощью антиаритмических препаратов скорее всего не удастся. В любом случае, если выбранный подход окажется неэффективным, а пациент продолжает беспокоить приступы фибрилляции предсердий, то ему может быть показано удаление очагов фибрилляции. Это процедура, которая называется аблация. Ее проводят либо с помощью катетера, тогда это катетерная аблация, или хирургическим способом – хирургической аблацией. Давайте кратко повторим основные моменты, касающиеся фибрилляции предсердий. Фибрилляция предсердий – это самая частая форма аритмий. На ЭКГ ее признаками являются нерегулярные несинусовориды, то есть отсутствие зубцов П, наличие волн фибрилляции и нерегулярные комплексы КОРС. У фибрилляции предсердий есть два грозных осложнения. Это сердечно-сосудистые события в виде инфаркта, желудочковых аритмий или острой сердечной недостаточности и инсульт, как следствие тромбообразования в ушках предсердий. Выделяют четыре клинические формы фибрилляции предсердий. Проксизмальная, персистирующая, перманентная и впервые выявленная. И две стратегии лечения. Контроль ритма, когда с помощью кардиоверсии восстанавливается синусовый ритм и удерживается с помощью антиаритмических препаратов. И контроль ЧСС, когда фибрилляция предсердий остается, а лечение направлено на профилактику ее осложнений. Это ритм, урежающая терапия и антикоагулянта. Это видео было про фибрилляцию предсердий. Надеюсь, что оно было для вас полезным. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, и вас ждут больше полезных и интересных видео. Ваши вопросы можете задавать в комментарии. А в описании к видео, как и в прошлый раз, вы найдете картинки и схемы из данного видео.